Первая у нас кандидатская диссертация. Где у нас диссертанты сам? Я там всегда ожидала, что подсудимый сидит на положенном месте. Хорошо. Значит, тема диссертации о налоге в налоговом праве, защищающийся у нас ЮЗВАК Максим Васильевич, тема «Аналогия в налоговом праве». Научный руководитель Щекин Денис Михайлович и официальные оппоненты Горбунова Ольга Николаевна, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования, главный научный сотрудник отдела финансово-правовых исследований Российское учреждение «Российская академия правосудия». И второй оппонент – это Мачехин Виктор Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права, учреждение Московской государственной юридической университеты Милокутафина, научный секретарь Российского отделения Международной налоговой ассоциации. Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетно-образовательное учреждение высшего образования Уральский государственный юридический университет. Диссертация выполнена на кафедре финансового права юридического факультета Московского государственного университета им. Манусова. Предварительная диссертационная работа, как и положено, была рассмотрена экспертной комиссией Совета. Экспертная комиссия рекомендовала диссертацию к защите и подготовила проект заключения. Мы рассмотрим его в конце нашего заседания. Проект заключения членам Совета Рослан. Теперь, значит, в мою задачу входит уведомить членов Совета, что официальный оппонент, доктор юридических наук, профессор Горбунова Ольга Николаевна, на заседании нашего Совета не присутствует, но положительный отзыв оппонента в аттестационном деле соискателя есть и в процессе защиты он будет оглашен. Теперь, значит, кворум у нашего Совета имеется. В составе Совета 20 членов присутствует 14. Так что мы можем приступить непосредственно к нашей защите. И теперь, значит, слово для оглашения материалов личного дела предоставляется ученому-секретарю Совета. Уважаемые члены Северсану Советову присутствующую, Вашему вниманию представляется диссертация из Лакоматии Васильевича. Все материалы находятся в отделе. Дело в техническом сфере, наверное, же вообще не могут ознакомиться с материалом отдела. Лакоматий Матевич, 85-го года рождения, в 2008 году он закончил юридический факультет Московской службы с основной республикой Лимоносова, закончил заочную аспирантуру юридического факультета и в 2013 году он рекомендовал кафедрой финансового управления в факультете Московского государственного университета имени Лимоносова. Осуществлял преподавательскую деятельность в рамках дисциплины финансовой правой и занимается лакоматической деятельностью. Спасибо. Вопросы есть? Вопросы есть в ученому секретаре? Вопросов нет. Спасибо. Слово предоставляется соискателям. Уважаемый председатель, уважаемые члены сертификционного совета, коллеги. Не таковой не секрет, что в налоговом праве имеется значительное количество хобби. Есть как-то старелые пробелы, например, касающиеся института налогового ориентирования. Есть новые пробелы, связанные с трансвертом ценообразованием. Есть уж совсем новые пробелы, связанные с таким институтом, как налоговый мониторинг. У правоприменителя, когда он встречается с пробелом в налоговом праве, возникает извечный вопрос. Что делать? Можно ли применить такой классический правовый институт, как налоговый? Как раз бы можно пойти по простому пути. В налоговом праве нет нормы, которая позволяла бы применять аналогию. Соответственно, ничего сделать нельзя. Но такой подход, он не выведен ни экономоплательщикам, ни государствам. Более того, такой подход, он ведет к нарушению принципов, которые действуют в налоговом праве. Это принцип праведства, принципы справедливости. В определенных случаях будет нарушаться и принципы законности. А налоги в налоговом праве есть, она применяется. Другой вопрос, что зачастую правоприменители не употребляют этот термин. Они, суды, зачастую рассылаются на принципы универсальности более законодательных. Для того, чтобы применить аналогию, необходимо установить, что в налоговом праве имеются пробелы. В этой связи в работе разрабатывается и предлагается определение пробелов в налоговом праве. Следует заметить, что необходимость разработки данного понятия, она обусловлена не только возможностью применения аналогии, но также и необходимостью различать пробелы от иных правовых применений, в частности, от квалифицированного умолчания законодателя. Замечу, что такие понятия, как пробелы, квалифицированное умолчание законодателя, могут лежать в основе решения практических вопросов к налоговому праве. Например, такой вопрос, как возможность контролировать сайт в неконравливаемых сделках. Это вопрос трансферфонационного образования. Вообще, конечно же, аналогия не может быть широко распространена в налоговом праве. Необходимо установление ее пределов. В качестве пределов могут рассматриваться нормы, устанавливающие исключительно компетенцию законодателя при установлении элементов налогового, а также при установлении ответственности. Конечно же, следует заметить, что все-таки пределы должны быть сформулированы еще более широко. Не допускается применение аналогии при применении, ну, точнее, не допускается применение аналогии любых применительных мер. То есть, это не только меры ответственности, но и также исключительные меры. Следует заметить, что аналогия, в целом, это универсальный способ вывода суждения. И она проявляет себя по-разному в налоговом праве. Это не только средство для преодоления пробелов. Аналогию также можно рассматривать и как средство законодательной техники. Иначе говоря, она используется при формулировании налоговых норм. Именно таким образом используется аналогия в расчетном методе. То есть, когда обязательства проверяемого налогоплательчика определяются на основе налоговых обязательств аналогичного налогоплательчика. Следует заметить, что в нормах, где используется аналогия, во многих случаях применяется непосредственно, соответственно, формируется противоречивая правоприменительная практика. Это обусловлено тем, что ненадлежащим образом закрепляются признаки подробия, на основе которых и должна проводиться аналогия. В заключение, хотелось бы сказать, что, конечно же, аналогии, прежде всего, аналогии как средства преодоления пробелов в налоговом тайме, можно относиться по-разному. Можно считать, что это позитивное и положительное явление. Я именно так к этому отношусь, поскольку она повышает степень определенности, предсказуемости в ситуациях пробелов в налоговом тайме. Можно считать, что это зло. Но это зло неизбежное, так же, как и неизбежные пробелы в налоговом тайме. Поэтому лучше его уравнивировать, игнорировать и закрывать глаза. Доклад такой. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы? Есть, Катина? Я помню, я и все. Начинается решать. У нас первый параллель. Я с вами не помню. С помощью, я подозначу, первый главный прием, аналогии, мы не будем управлять. И далее. Первый параллель – прием аналогии в науке. Второй – понятие – аналогии в праве. Третий – использование аналогии в праве. Четвертый – аналогии в праве. Четвертый – аналогии в праве. Так, на первый взгляд, судя по реферату, вполне можно говорить за первый-второй параграф и дальше в одну параграф. Соответственно, большее есть структуризация. Структуризация – аналогии. Чем руководствую, скажем, «давайте»? Разделяйте. Начинаю с далека. Особенно с пистящим первым параграфом. Первый год после тихий. И последний параграф. Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Чем я руководствуюсь? Вообще, аналогия – это неописание способа рудопосновения. Используется она в различных науках. То есть, правда, это не исключение. Для того, и следует заметить, что проблемы, которые характерны для аналогии, они проявляют в себя также в различных науках. Самая главная проблема, которая характерна для аналогии, это вопрос выработки и выбора критерий, по основе которых и проводится соответствующая аналогия. Исследование, скажем, общеналучное исследование, вопрос аналогии помогло в дальнейшем прийти к выводам применительно именно к аналоговому праву. В частности, к выводам о том, что проблема противоречивой практике, когда применяется нового, в которых используют аналогии, заключается в том, что не закрепляются признаки подобия. В связи с этим достаточно, ну, то есть, большая свобода возникает при вредном праву к выводу в связи с этим. Но этот вывод, он был сделан на основе исследований именно общей аналогичной проблем аналогии. У меня еще. Но это информационно. А чем из-за того, что вы работали выполнены на кафе финансового права, его фарфа, его берут, а защищаете силы, а потому что нет совета или как? Совершенно. Потому что нет совета. Нет совета. Нет совета, но какой специально. К сожалению. Еще есть вопросы? Так, больше вопросов. Вот есть вопросы. Вы любите, мы все-таки не уточним тем, что в странице 20-го, вы же для определения аналогии в налоговом праве. Аналогии в налоговом праве, что вы здесь определяете, у вас и все фазы так же называются. Тогда объясните мне вот все-таки, прошу логику, что практически больше половины вашего, ну, по правилам первой главы, посвящена некому аналогии факторов. И вообще, если в тексте закона упоминается слово аналогия, если говорится аналогично тому, или аналогично тому, что аналогия права, и все эти аналогии права, как вы сами пока потеряете в своей работе, это аналогично, когда отсутствует право регулирование. А когда федеральный протокол законник так конкретно говорится, на какую норму опираться, или по аналогии с какой-то нормой, то это не пробег, законодатель от пределения на самом деле. Поэтому вот этот момент. Приследующий. Вот у меня один вопрос. Страница 23.22. Даже если судебный адрес, который пишет, примит высшим судебным органом, при рассмотрении конкретного дела или квалификации судебной практики, он также имеет обязательный характер лишь в отношении сторон либо не в стоящих судов. Всегда ли да? Вот это мой третий вопрос. Ну и четвертый вопрос. Я посмотрел, у вас в диссертации есть выражение, а почему вы его не упоминаете, наличие этого приложения в Страницерате? Потому что, на самом деле, когда я прочитал Страницерате, он как-то так, почему же он пишет аналогный проект, а там по аналогии, значит, у вас должны быть какие-то статистические исследования, но он заинтересовался, открыл, есть у вас там приложение праздное с названием. Вот. Ну и вот, это мой третий вопрос. Извините, пожалуйста, я бы хотел четвертый вопрос уточнить. Почему в реферате дамы, в авторе дамы, статистические дамы? Нет, нет упоминания, о наличии приложений в технических сектациях. То ли оно появилось уже после, когда в авторе дамы писали, то ли кто-то с поведением сделать. Что? То ли это секретный. Тогда нет, кто может с вами сбежать. Начну с первого вопроса. Он касается использования аналогии факта или извлечения аналогии факта с аналогией как средств для отдаления пробегов. Это действительно разные явления. И, в общем, введение в работу аналогии факта было вызвано, во-первых, методологическими необходимостями, поскольку было разделить обдольцы, которые касаются аналогии как средств для отдаления пробегов. И обогоды, которые касаются аналогии, которые используются при иLab с налоговом. Совершенно правильно сказали, о том, что основания использована абсолютно разlas. Аналогия для отдаления пробегов Warner введения на Operation запarent должен установить пробел. Что касаетсяAME использования 5G здесь следует заметить, что имеется и практическая необходимость введения термина аналогия фактов. Связано это с тем, что введение данного термина позволяет выделить самостоятельную группу, поддельную группу, нормы, которые используются аналогии, и выявить проблемы, которые связаны с этим использованием. Я хотел бы заметить, что, на мой взгляд, правильность такого подхода подтверждается и дальнейшим развитиям налогового законодательства. В ноябре был принят закон, он известен в народе как закон о контролируемых иностранных компаниях. Так вот, он внес изменения в пункт здоровья статьи 88 УКФ, согласно которому в случае действия налогопоплательщика, контролирующее лицо, не поддает декорацию, то генеральная проверка может проводиться на основе аналогичных налогопоплательщиков. Стоит разумный вопрос. На основе каких кетерий выбирайте аналогичных налогоплательщиков? Законодатель не установил эти кетерий. Соответственно, можно с высокой долей правительстви говорить, что эта норма будет вызывать серьезный скорбь среди налогопоплательщиков и налогоплательщиков. В этой связи и будет видеообъявлено по налогоплательщикам. Что касается значения судебной практики. Либо актов высших судов. Какое они имеют значение? Вообще, я хотел бы сказать, что действительно при изучении аналогии имеется определенная пенитинная толпость. То есть, когда применяются налоги, пробел преодолевается, но он не ликвидируется. И для этого может только законодатель. Иначе говоря, судебная практика источником налогоплательщиков не является. В этой связи и будет сделано думать, что в данном случае, когда используется аналогия, даже в больших судах, если используется, то, поскольку источник права судебной практики не является, соответственно, регулировать как таковые отношения к самому праве акты не могут. ? Я просто не подумал, что только то, что вы описали или бывают какие-то другие звучания. Я имею в виду, что вы уточнили, что пенсационный суд, конечно же, тоже можно применять, но, опять же, думает остаётся неизменным о том, что в этом случае пробелы не репетируются. Понятный вопрос. Вы распространяете на себя. Обязательно для всех решений пенсационного суда, а мы пишем, что только для двух сторон. Поэтому я вас как-то уточню. Следующий вопрос. О наличии приложения, да, в авторекратии не указано. Необходимо ли было указывать в авторекратии, что я не указал. То, что это техническое будущее. Спасибо. Спасибо. Есть ещё вопросы? Нет больше вопросов, да? Хорошо. Есть. Спасибо. Это техническое будущее. Это техническое будущее. Но, не смущает, да, требует сочтения для меня названия депутации «Аналогия к налоговому правилу». Означает ли это, что специальный есть способ преодоления пробелов, а аналогия именно к налоговому правилу? Или это просто общий правовой, общий юридический инструмент, которым пользуются и в любых других отношениях? Прежде всего, всё-таки это, можно сказать, специальные атрибутки на налоговый правил. Но, если, по-первых, варианты отвечать, не знаю, сейчас вы с точки зрения проясните, что они представляют, что депутации не очень точно названы, тогда их следует назвать аналогией, применение аналогии в налоговому правовому регулированию, что-то вроде этого. То есть, в правоприменительной практике. Понятно, пожалуйста? Вопросы. Спасибо большое за вопрос. Конечно же, аналогия – это общий правовый институт. Очень много работы посвящено аналогии именно в рамках теории правов. Вместе с тем, аналогия, ну, всё-таки любой институт, он проявляет себя на практике. И проявляет себя в различных отрасках. Значит, в маяк, когда в той или иной отрасли применяется институт, сейчас изумножим аналогия, то он приобретает определенную статистику. Вообще следует заметить, что исследования в какой-то тематике ведутся по другому направлению. Это исследования в рамках теории государственных рамок и в рамках отдельных отраслей. То есть достаточно много работы, в том числе по аналогии, в отношениях между взрослыми. Главное профессионально, гражданство профессионально. По поводу того, что только ли это правовое применение? Ну нет, не только это правовое применение. Поскольку, как я уже сказал, аналогия может проявлять себя и как средство законодательной техники. Удовлетворение, профессор. Хорошо, спасибо. Ещё вопросы? Вопросов больше нет? Спасибо. Пока присаживайтесь. На момент мы можем сделать маленький перерыв. Предупреждаю, что в течение нашего заседания мы можем иметь только один перерыв. Значит, или мы с вами прерываемся сейчас, или откладываем это на будущее. Как решают члены совета? Будем сейчас делать перерыв или сейчас можно продолжать? На будущее, на будущее. Ставим на будущее, это может больше понадобиться. Я тут особо светлым. Я долго скажу. Хорошо, спасибо большое. Продолжаем без перерыва. И слово предоставляется научному руководителю. А, вы же и научный руководитель? Просто научный руководитель. Не присутствует. Научный руководитель не присутствует. А может ли руководитель подразделения, где обсуждалась диссертация, сказать что нет? Отзыв есть. Отзыв есть, да? Отзыв есть, отзыв положительный, да? Отзыв положительный о самом диссертанте и его работе над диссертацией. И, исходя из того, что диссертация принята в защите, и члены экспертного совета ее рассматривали, значит, презумируем, что работа и соискатель вполне достоин того, чтобы мы дальше продолжали его защиту. Хорошо, теперь, значит, у нас, следующее у нас, это отзывы. На диссертацию поступили отзывы, слово предоставляется учебному секретарю. Уважаемые коллеги, на диссертацию из Вакуа Максима Васильевича поступил отзыв в ведущей организации. К сожалению, отзывов на автореферат Совет не пришли. Поступил один единственный отзыв с нарушением сроков подачи и подписывания. Поэтому приобщить его к делу мы не можем. Это отзыв в ведущей организации, положительный, подписан, подготовлен уральским государством юридическим университетом, подписан. Подготовлен непосредственно кандидатам юридических наук Советским, Центром кафедры финансового права и заведующим кафедры финансового права, доктор юридических наук, профессор Ленинский. Он же и подписал данный отзыв. В отзыве ведущей организации отмечается, что диссертация на сискание ученой степени кандидата юридических наук посвящена исследованию важного аспекта теории налогового права, такого права, как преодоление правовых пробелов при помощи аналогии. Данная тема обладает, по мнению ведущей организации, позиционной отговорностью. Законодательство налогового изборка является отрезом законодательства, содержащей значительные пробелы, хотя бы уже в силу того, что непрерывно выполняется множество налогоположений, не всегда вписывающихся среди на ткань налогового образа. Научная новизна исследований определяется комплексно-подходным автором изучения налогового права и ряда положений, вносимых на защиту. В частности, несомненно, элементы новизны обладают первое положение в части об основании использования законодательства налогового избора аналогии факта, третье положение в части дополнительной аргументации применения налогового закона и непределения налогового права по налоговым правилам. Отмечены положения и результаты работы в том числе предложены от формулировки положения по делам применения налога в законодательстве по налогах и сборах обладать в пути налогового права и способны решить реакфактические проблемы, повысив предсказуемых результатов правоправных минулений. В диссертации излагаются теоретические основы по универсальному способу изучения объектов материального и нематериального мира. Аналогия прослеживается и возрождение применения в различных образцах человеческой деятельности. И особое внимание уделяется применение аналогии права в качестве инструмента преодоления правовых проблем. Целью, по мнению ведущей организации, является ущечение применимости аналогии налогового права, а также выявление такого свежего явления, как аналогия факта, которая не связана с правом регулированного отношения. В частности, заслуживает внимание аргумента автора, направленного на разрешение фактической аналогии правовой аналогии и иных созвучных приемов и юридические техники, например, в анкетах, отсылающих вложения налогового образца, которые должны применяться аналогично к тому или иному институту или конструкции. Также в отзыве отмечается, что автор исследует такое явление, как правило в налоговом праве, давая им, собственно, определение им, что позволяет и на стремлении диссертанта охватить как можно больше массивных мотивов правоохвата, в том числе и налоговым, и профильным. Закон использует правовый стремлении налогового законодательства и его фактическое приравнение к налоговому праву. Понятно, но требует с точки зрения ведущей организации гораздо более весомой аргументации. При сложенном подходе по умению ведущей организации нарушается не только принцип определенности, но и некоторый элемент принципа законности, а также образовывая приоритет законодательства налогового сбора. В результате теории налогового права должны приняться к тому, чтобы создавать псевдопробелы и не обоснованно расширять труппу, которые будут быть предъявлены в норме. В результате теории налогового законодательства налогового правоохвата не останавливаются только на внутреннем государственном уровне праворегулирования и обращаются к межгосударственному договору как источник налогового правопроизводства, проделок и норм для применения аналогии. Интересно, позиции автора в отношении такого явления в международном налоговом праве, как межгосударственное право, могут для его положения применяться по аналогии. Наконец, такова роль результатов взаимосвластительной процедуры между компетентными органами, договаривающимися с государством в преодолении налоговых пробелов, и какие могут быть пределы для его применения. Все эти вопросы заслуживают дальнейшее исследование. Безусловной заслуги автора, по мнению ведущей организации, также является острая постановка вопроса по необходимости применения аналогии закона в налоговом праве, подкрепленную многочисленными примерами и судебной практике. Однако, остается в форме вопроса допустимости между сливой аналогией закона налогового права, поскольку это идет в разрез с принципом обеспеченного приоритета и не вполне согласуется с отдельным положением налоговых пробелов. Всесторонняя поддержка заслуживает усилия автора по выявлению отношений в пробелах, но в регулировании которых не могут быть восполнены аналогии. В то же время, хотелось бы увидеть более стройную конструкцию пределов аналогии, в том числе межотраслевой аналогии закона и аналогии права, который в строгом юридическом и автоматическом ключе позволило сконструировать эффективную норму правила аналогии, достойные приключения налоговых бодоксов. В частности, существенно обратил работу, разработку диссертатного алгоритма, схемы действий субъекта, применяющего налоги и критерия определения использования, отношений и тому подобное. Интересно также узнать позицию диссертантов части, необходимость установления пределов налогов и определения прав налогов и иных государственных органов и обязанностей налогоплательщика. Не связанных с управляемыми высшими отношениями, но входящими в предмет налогов и права. Этот и иным подобным вопросом вероятно способен обозначить перспективы для дальнейшего исследования по этой теме. Как любая творческая работа, возле ведущей организации отличается, что диссертация не может не содержать спорно и дискуссионных моментов, которые одновременно свидетельствуют также о самостоятельности и оригинальности работы. Некоторые из них ведущая организация указывает в качестве замечаний. Во-первых, в небесспорном предложении фактора по разграничению аналогии факта и аналогии права возникает резонный вопрос, в чем практический смысл введения понятия аналогии факта. Из описания механизма действия аналогии факта следует, что он по существу ведет речь о юридических презумпциях, когда на основании установления одного факта, фактического основания презумпции, правоприменитель делает вывод о существовании презумированного факта. В частности, в работах научного руководителя диссертанта эта проблема осуществляется достаточно убедительный вариант, если повторно исследовать эту проблематику, базируясь на отмеченном ее вполне предусмотрение на ее студенции аналогии. Во-вторых, автор излишне категорично заявляет в своей работе, что использование аналогии факта неэффективно, тем самым оспаривает саму возможность использования механизмов правового регулирования на основании презумпции. В ведущей организации представляется, что этот тезис совершенно не подтвержден необходимыми доказательствами и приводит показательный пример. Диссертант упоминает в качестве аналогии факта, в том числе механизмы правового регулирования и трансферного цена образования. Неужели автор считает, что российский законодатель, как и иные законодатели практически всех индустриальных развитых стран, в обозревом будущем, откажутся в ходе подобных юридических конструкций? Думаете, что эта проблема в работе авторососнованной посмысленно явно недостаточна? Мы имеем в виду следующее, не соответствует общему высокому научному уровню представленной оплаты. В-третьих, в работе не усматривается достаточной ясности в позиции автора относительно применения налоги при ситуации регулированных международных законов. В-третьих, в том числе международных налогов и договоров в целом, автор исследовательного задуманных вопроса, можно ли международные налоговые акты рассматривать в качестве источников собственной внутренней государственной налоговой правы, или же все-таки они являются источником международного налогового права? В практическом отношении необходимо проанализировать все аспекты вопроса, как должны устраняться пробелы в международном акте, только на основании другой нормы этого же международного акта или также с использованием тех или иных норм внутри государственного акта. При этой проблематике работе не удивлено достаточно. У вас не состоится впечатление, что автор не вполне знаком с некоторыми нюансами применения и трудового международного налога. В-четвертых, заслуживает уточнение вопроса о том, насколько возможно восполнить пробелы в новом законодательном акте, используя по аналогии нормы закрепленного нормативного акта исполнительного органа власти. Кроме того, в последнем парадоксе первого глава акта отмечает, что судебная практика в любом случае не может восполнить пробелы в новом законодательном акте, однако хотелось бы напомнить, разъяснить и дополнительно разъяснить с этим роль в постановлении первого прикомного суда и высшего арбитражного суда, но, естественно, в части в постановлении принятых периодов его работа. В тексте рукописи ведущая организация также отмечает ряд отпечатков, указанной страницей, в целом отзыв положительный, и ведущая организация полагает, что работа не достойна новыми, а ее автор заслуживает, по сожалению, учебный степень учителя. Спасибо. 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 Я бы хотел поблагодарить ведущую организацию, действительно, очень подробный, содержательный отзыв был представлен, во-первых. Во-вторых, действительно интересные и содержательные замечания в работе, которые позволили еще раз обратиться к выводам, которые содержатся в работе, посмотреть и с другой стороны. Сначала начну, посредственно, с ответов на замечания, которые были сделаны в предыдущих организациях. Во-первых, по аналогии фактов. Ну, частично я уже ответил на этот вопрос, отвечая на вопрос Александра Альбертовича, то есть необходимость использования данного термина была названа и методологическая необходимость, и практическая. Хотелось бы заметить, что я абсолютно не против использования аналогии в аналоговых нормах. Вместе с тем, все-таки просто ее использовать нужно надлежащим образом, то есть надлежащим образом устанавливать критерии подобия. Еще раз говорю, ни в работе, ни в повтореферате не говорится, что необходимо отказаться от нормы, где используются аналогии. Следующий вопрос о возможности применения при преодолении пробелов в налоговом праве подзаконных актов. Я бы хотел привести, то есть ответить на конкретный пример. В налоговом кодексе в статье 253.3 устанавливаются основания для использования ускоренной амортизации. В качестве объекта использования этой амортизации указывается на объекты повышенной энергоэффективности. Вместе с тем, в речении этих объектов он должен был быть установлен в постановлении правительства. Правительство в долгое время не принимало соответствующие законы акты. Однако, в части первых, основанием для применения инвестиционного налогового привита является также наличие либо производства объектов повышенной энергоэффективности. Соответственно, в данном случае вполне можно было проводить налоги. Несмотря на то, что постановление, которое было принято в отношении части первой, не должно распространяться на статью 259.3, но она затрагивала те же самые вопросы. Поэтому здесь вполне можно было проводить налоги. Далее вопрос о роли судебных актов, прежде всего актов высших органов. Действительно, я уже высказал эту позицию. При использовании аналогии, пробел в любом случае сохраняется. И опять же, это постановится тем, что судебных актов источником налогового права является. Здесь имеются три, можно выделить три двух пар аргумента. Первый двух пар аргументов – это формально. В налоговом праве действует принцип определенности. Он означает в том числе то, что налогопотечник должен знать, в каких именно источниках содержится налоговая норма. То есть, иначе говоря, пока в налоговом кодексе ничего по судебных актов не сказано, то и говорить об источнике права нельзя. Иначе, иначе мы тогда нарушаем принцип определенности, а в конечном итоге существенного указанного права на протече. Сущностный аргумент, связанный с этой позицией, то, что на самом деле проблемы, связанные с пробелами, действительно сохраняются. Если мы посмотрим ситуацию, то есть во временной перспективе, то мы увидим, что даже после принятия судебного акта высшего органа сохраняются споры, и в большинстве случаев они могут решаться только в рамках судебной системы. Вместе с тем, все-таки задачи налоговых норм являются не допущениями спорами. Наконец, третья группа аргументов – это организационная. До августа 2014 года у нас было три высших судебных инстанции, которые по одному и тому же вопросу могли высказать разные позиции. Я не буду приводить примеры, вам они все прекрасно известны. Сейчас две высших инстанции, но, опять же, эта ситуация не исключается. Иначе говоря, если мы признаем нормотворческую функцию за судами, то мы вместо того, чтобы увеличить степень предсказуемости определенности и мы будем снижать. Теперь, что касается позиции, моей позиции по вопросам, которые задавались в отзывах. Во-первых, по межотраслевой аналогии. Межотраслевая аналогия используется, причем следует заметить, что она используется, скажем, по каждой стороне. То есть, с одной стороны используются нормы других отраслей для преодоления пробелов в налоговом праве, и наоборот, нормы налогового права используются для преодоления пробелов в других отраслях. Во-первых, есть практика, при этом и практика высших судов, в том числе. И, в общем, эти примеры поддерживают все специалисты, не применяются в судах. Поэтому, международная аналогия есть это факт. Что касается вопроса о возможности установления прав драмы и обязанностей драмы по отречи. Вообще, здесь бы я хотел обратиться к работе Лазарева Валерия Васильевича. Он, когда интересен вопрос о методике определения пробелов, указал один из вариантов, то есть форкул. Что, когда субъекту предоставлено больше права, то ему предоставлена и меньшее право. Соответственно, если это меньшее право от судру, то есть не урегулировано, то его можно преодолевать по аналогии. Я полагаю, что в данном случае можно использовать этот подход и в налоговом праве. Иначе говоря, права, которые предоставляются налоговым уровнем и обязанностям, которые накладываются на налогоподельщиках, они должны быть вспомогательными. Иначе говоря, конкретизировать те права и обязанности, которые уже предоставлены закону, то есть налоговым додусом. Идут заметить, что, в общем-то, и существует пример. Это, например, дело Бараболио-Строма. И, в общем, всем известная концепция должна осмотреть. Что касается иных замечаний, то я благодарю ведущей организации, особенно в отношении вопросов по международному праву и в дальнейшем. В будущем, в будущем, в следующий начале. Спасибо, Максим Васильевич. Хорошо. Теперь переходим. Нам нужно заслушать мнение оппонента в диссертации. Присаживайтесь, пожалуйста. Как было уже сказано, первый оппонент Горбунова Ольга Николаевна на заседании не присутствует. Но у нас имеется ее отзыв. И слово предоставляется... Нет. Хорошо. Тогда, значит, слово предоставляется второму оппоненту по диссертации. Прошу вас. Добрый день. Уважаемые члены диссертационного совета. Позвольте поблагодарить за возможность, которая предоставлена мне, выступить в теории авторитетной аудитории и представиться мнение по диссертации Максима Васильевича Низуака. Наше налоговое право, которое современное налоговое право является достаточно молодым, объективно существует в условиях наличия колоссального количества пробелов, неясности, противоречий в тексте законодательных актов. Поэтому обращение к теме аналогии в налоговом праве в ситуации, которая касается количества пробелов, оно, конечно, бесспорно подтверждает актуальность выбранной темы. Я бы хотел остановиться на том, что сейчас, в какой момент, можно не просто обратиться к теме аналогии, но когда уже накоплен определенный материал в области судебной практики, административной практики, и мы видим, что в науке, после 20 лет применения новых российских налоговых правил, есть серьезный интерес к вопросам неясности налогового правила. Буквально месяц назад в университете именно в имени Бутафина была успешно защищена докторская диссертация «Неопределенность налогового правила». Она обменчивая вопросам аналогии, но это подтверждение того, что сейчас наука серьезно подходит к тому, чтобы исследовать с помощью научных методов вопросы, связанные с неясностями налогового законодательства. И в части исследования аналогии налогового правила. Нужно отметить, что да, бесспорно, есть статьи, комментарии судебных, в которых тема аналогии налогового правила была освещена, но никто не ставил перед собой задачу комплексно изучить эту проблему. И, на мой взгляд, Максим Васильевич успешно справился с этой задачей, и это его основная заслуга при написании диссертации то, что он смог представить комплексно, системно, то место, которое он видит в аналогии, в отечественном налоговом правиле. Если обратиться к новизне исследованиям, то целый ряд положений, вносимых на защиту, они представляются интересными и новыми, не обоснованными. Прежде всего, это сама допустимость использования аналогии в налоговом правиле. Затем хотелось бы отметить и в том, что автор работы обосновывает пределы применения аналогии в налоговом правиле, особенно обращая внимание на то, что в отношении элементов налога, налоговой ответственности, аналогии недопустимы, так как это компетенция законодателя. В целом, на работу производят очень хорошее впечатление, высока степень абрабрации результатов, большое количество статей, выточного награфия. В целом, используется предназначительный объем судебных факторов, используется автором для подготовки работы. В то же время, нужно отметить несколько моментов, относительно которых считаю нужным высказать замечание, или отметить то, что ряд положений и диссертации нуждаются в дополнительных аргументациях. Вот, заверен ведущей организации, содержалось замечание относительно того, что работа не содержит серьезного анализа и выводов относительно использования аналогии, видимо, к российским соглашениям по избежанию двойного налогообложения. Мне тоже это место в диссертации показалось интересным, но с другой точки зрения, международные налоговые соглашения, они тоже содержат колоссальное количество ясностей, противоречий. Но для того, чтобы обращаться серьезно к этой теме, надо использовать специальные методы, которые связаны с тем, что соглашения, у них природа договорная. И обращаться к устранению пробелов в этой области надо с помощью специальных методов, надо с помощью специальных правовых арм. Венская конвенция о праве жародных договоров. Там есть специальный раздел, посвященный полкованию. Там нет аналогии. Да, какое-то место для аналогии там предусмотрено, но это явно не приоритетный инструмент для налоговых соглашений. И здесь я в диссертации, конечно, хочу увидеть констатацию того, что такая проблематика есть, но она требует специального аналога. И нельзя автоматически смешивать проблемы и решения, которые существуют в национальном законодательстве или в международных налоговых актах. Далее автор в своей работе отмечает то, что применение налоги должно, не должно распространяться на принудительные меры. Но, на наш взгляд, это не очень хорошо аргументировано в тексте работы. Затем необходимо отметить то, что, делая выводы по результатам анально-судебной практики, автор не очень четко артикулирует, как он находит в случае применения аналогии. Да, есть случаи, когда суть я сразу вижу, что вот по аналогии применяется такая норма, или она должна быть применена. Ну, если посмотреть на их предыдущики автора, то заметно, что иногда с этими таких замечаниями, то есть у автора, судя по всему, у автора работы, судя по всему, была такая же своя методика того, каким способом он устанавливал применение аналогии в судебных актах. И какая это методология, естественно, работает, тоже не очень понятно, но это, судя по всему, очень-очень сложный вопрос, потому что в ряде случаев, конечно, видно, что, по сути, судя по всему, была применена аналогия, но в акте об этом ничего не говорится. Последнее мое замечание связано с тем, что автор и очень много внимания выделил применению аналогии с правоприменительными органами, наоборот, нерегуляторами для налоговых служб и Министерства финансов. Вместе с тем, именно практика этих органов и части применения аналогии, она чрезвычайно важна. Как правило, применение этими органами аналогии таким способом, чтобы начислить налогоплательщик дополнительных платежей, не приводит к тем спорам, которые заканчиваются в судах. Указные замечания не влияют на общую положительную оценку работы. Работа серьезно обращает науку финансового права, и работа должна стать серьезной основой для дальнейшего развития исследования института науки в российском налоговом праве. Автор реферат диссертации соответствует содержанию, основные выводы содержатся в статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных в АК и 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 в АК. В целом, диссертационная работа Максима Васильевича Юзвака «Аналогия в налоговом праве» представляет из себя самостоятельно завершенное исследование, которое соответствует критериям, установленным для диссертации положения в присутствии ученых степеней. И сам автор Ньюзвак Максим Васильевич заслуживает присутствия ему еще на степени кандидатами юридических наук. Спасибо. Спасибо, Виктор Александрович. Вопросы есть? Вы будете отвечать на каждый отзыв или потом вместе, когда будет оглашен уже отзыв и первого оппонента? Включайте, у вас в одном состоянии расстоянии? Нет, это вы сами решили. Все вместе. Хорошо, спасибо большое. Тогда слово предоставлено ученому секретарю для оглашения отзыва первого оппонента. Отзыв. В отзыве отмечается, что диссертация посвящена теме исследований, которые давно включилась в научном сообществе, и проблем использования налоги, находившиеся в порядке становления современного российского налогового права, требует теоретического осмысления и практического решения. Актуальность выполнения темы не вызывает сомнения, проявленное исследование уже востребованных ученых и практиками по налоговому закону. Совершение диссертации показывает, что поставленные не все достигнуты, а задачи решены. Положение в насильного защиты и могут, сдержавшиеся в работе, является обоснованным и отличается идеям достоверности, нарезны, практической и теоретической значимости. Особо выделяется, что основные положения исследования, какого не только руководства, так и другого, но и по авторскому награду, о том, что сдержавшиеся вне Кровида, находят поддержку исследовательских работ. Диссертант продолжает о том, что деятельность имеет более публикации по углу, по вопросам налогового права. Ведется верный подход диссертанта, это значительно рассматривающий общее понятие налоги и примеры ее использования в налоге. Отороженные в процессе исследования скорости применения налоги и различных отраслей налоги позволяет диссертанту не видеть проблемы налоги в сфере налогов и сборов и, соответственно, предложить пути их решения. Вложительный момент в работе является использование обширного права применительного материала, наблюдается определенный алгоритм анализа проблематики, связанной с аналогией, проявляется проблема с иллюстрацией ее натренея правоприменительных актов, что позволяет увидеть реальные последствия, к которым приводит неверное использование аналогии. Затем рассматривается и оценивается внеща теория Бакова проблем и предлагается пути решения. Соответственно, сделанные диссертации и предложения по совершенствованию законодательства или корректировки правоприменительной практики могут быть учтены и государственной работы. В правовой литературе аналогии исследуются при всем способе одновременного отдела. В работе рассмотрены общие предтестики аналогии, как универсальный научный метод, а также рассматривается применение налогового права, в частности, налогового отрасли. Отдельное отдело по работе Бакова посвящен использованию налогового права. Оказывается, что разность использования налогового права в сторону и системности права Бакова. Налогового права связывается с обрезом отделов и необходимостью для адреса. При этом, если в частности право использования налоги Бакова не вызывает сомнений, то единого подхода к применению налогового публично, так раз и нет, в работе данные обстоятельства связываются с использованием негативными дирекулирования публичного права, воплакающего учетка закрепления правоприятия. Вместе с тем делается вот, что отсутствие зарегулирования нормы на пункте налоги не исключает ее использование в том числе и публично, как раз и нет. В любом случае к примеру использования налоги Бакова предотвратили заметить, что возможность анализа и выводы связана с применением расчетного метода от определенной суммы по логовым обязательству указанным В период экономического кризиса, когда увеличение доходов бюджета путем введения новых налогов или подъятия, стало поставлено налоговым не коллективным пределом, совершенствование налогов, администрирование приобретает первостеперенную задачу. В работе справедливо отмечается, что действующая редакция с пункта 7 статьи 31 налогового кодекса будет отчислено маршрую со стороны налогового кодекса. Как итог, даже при наличии оснований, при применении расчетного мета, налоги не взыскиваются, а бюджет наносится серьезно, существующий. Предлагаю, в вариант решения проблемы, законодательность крепления признаков подобия аналогичных налогов платежщиков, заслуживает вниманием и совершенствованием налогового регулирования. Важность условлена и тем, что имеется вложение в прошедшую сферу применения расчетного метода. Диссертант обоснованно концентрируется именно в понятии правилам налогового права, поскольку без него в основном вопросе аналогии бессмысленно. Также в диссертации рассмотрены причины появления правилам налогового права, которые предлагают разделять на две группы причин, связанные с особенностью развития права в России. В целом, и причинам в большей степени характерно именно для залогового права. Последний вопрос – политические конфликты и логизм. Важно рассмотрение таких понятий, как комфицирование молчания законодательства и ошибка в правилах, отличие от пробелов в налоговом праве. Также раскрывается вопрос обнаружения правилам налогового права и значения данного раздела. Это параграф третий, второй главы заключается в том, что процесс обнаружения правилам налогового права и ошибки рассматриваются как самостоятельно правильная деятельность, независимо от необходимости применения аналогии. Кроме того, рассматривается проблема использования налогового права и ошибки. И стоит согласиться с диссертантом по мнению рецензиента о том, что предлагаем в литературе неиспользуемого партия пенсии, и не впустили все налоги в налоговом праве ошибки. Кроме того, рассматривается отличие налоги от налоги его субсидиарного применения и налогового права, в связи с этим все затрыгивается на сущные проблемы применения и законодательства в сфере обязательного социального расстаткования. В положительном моменте работы является то, что не раскрывается механизм использования налоги при обнаружении пробелов налогового права. Предлагаются критерии, на основе которых следует сравнивать урегулированное и нерегулированное отношение. Субъективный состав, особенности взаимодействия лиц, вступающих отношения и содержание отношений. Также раскрывается последовательность урегулированного вида аналогии, аналогии законов, международные аналогии, аналогии права. Важной частью секционного исследования является рассмотрение пределов урегулированного налогового права. Посвящен этому целый параграф, 1 главы 3. И автор справедливо указывается в понимании границ использования аналогии налогового права, что позволяет, с одной стороны, защитить налогоплательщика крупным в основном возложения в него обязанностей при наличии пробелов с другой предвластителя СУП и СУП и СУП и СУП. Вместе с тем, отмечая несомненно в качестве дистанционного исследования, в качестве замечаний, прецедент указывает следующее. На странице деревьев работы указывается, что отсутствие по закону нормативного акта, на которой имеется отсылка к законодательной налоговой норме, не может служить основанием для отказа реализации прав предоставленной налоговой нормой. В целом, соглашаясь с данным выводом, думается, что он должен быть сформулирован более широко. Отсутствие любого конкретизирующего нормативного акта, в том числе и закона, не должно препятствовать реализации предоставленной налоговой законной правой. А это в том числе и соответствует позиции Конституционного суда, в нужном определении номер 68. В странице в социальной диссертации говорится, что ограничение применения налоги налоговой правой, то ли по судам и широко повлия смысл. Однако отсутствие нормы налоги в материальных подразделях публичного права и наличие какими формами процессуальных кодекса ХПК, ДПК, напротив, указывает на то, что имеется ограничение по субъектному составу. Автор господин него отмечает, что в настоящее время отсутствует единственная позиция в отношении прецедентного характера судебных актов, особенно актов высших судов. Но во многом отказ от признания за судебный актовый нормативного характера, а в основном инфекционное описание российского права, председательная система, исключающая прецедент в качестве источника права. К сожалению, в работе нет одного освещения понятия прецедента и его соотношения с аналогией, что могло бы обгадить работу. Высказанные замечания вносит в инструкционные и частные характеристики, не вне прочей положительной оценки диссекционного исследования. Рецензит полагает, что на работу с соответствием требованиями предъявляемого блага, работа не в высоком профессиональном уровне, а ее автор за снижение в судебном члене степени, а также в качестве. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Заставлены. Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович. Как с Ольгой Николаевной, так и с Петром Александровичем мы обсуждали эту работу, а Петром Александрович даже помог обсудить ее лично в Московской государственной ее находении. Это значительно помогло выстроить достаточно четкую аргументацию и посмотреть на проблемы аналогии с разных сторон и позиций. Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович. Виктор Александрович совершенно верно говорит о том, что здесь разные способы при одарении программы могут использоваться. Это действительно хорошая тема для исследования, самостоятельного исследования, и, возможно, в дальнейшем я не попрощусь. Что касается вопроса о достаточно широкой формулировке в пределах аналогии, в том числе распространения их на принудительные меры в части обеспечительных мер. Вообще, хотелось бы отметить, что задачей любых принудительных мер разъявляется. Во-первых, это реакция на нарушение нового закона. Во-вторых, это все-таки превентивная задача. Иначе говоря, правоплательщик должен иметь возможность оценить все те неведенные последствия, которые могут привести к нарушению тех или иных норм. Когда мы применяем в аналогии те или иные принудительные меры, лишаем его этой возможности и существенным образом лишаем его права. К вопросу о судебных актах, в которых сам термин аналогия не употребляется. Вообще, это действительно проблема. То, что суды о аналогии применяют, но об этом стараются не говорить. У меня есть два объяснения. Первое объяснение, что, например, нежестоящие суды стараются не употреблять этот термин, потому что такие акты будут привлекать в себя повышенное внимание со стороны предстоящих отдыхов. Что касается лучших судов, наверное, они стараются все-таки ограничить практику применения аналогии. Поэтому, в общем, и не используют данное понятие. Однако, как можно прийти к выводу, что она будет действительно использоваться? Во-первых, есть некие такие слова-маркеры в судебных актах. Например, ссылаются не на аналогию, а на принцип универсальность и более скородательных. Либо говорят о том, что экономические последствия должны быть схожены в данной ситуации, либо просто говорят о схожести отношений. Такой практики достаточно много. Это и дело Energizer, и дело GAS-сервиса. Но мы можем дальше перечислять. Если же, на самом деле, и вот таких соус-маркеров нет, то здесь тогда необходимо использовать весь инструментарий исследований. Это и исторические исследования вопросов, и позиция ученых. На самом деле, еще есть замечание, оно, правда, не озвучено, но я в целом это не могу сказать. Есть, на мой взгляд, есть. По поводу того, что понятие пробела в новом праве упоминается неустранивание язвы. Почему это сделано? Вообще, действительно, в теории существует спор. По поводу того, можно ли включать в объем понятие пробела ситуация, когда норма-то вроде есть, но ее применить нельзя. Это либо активно сформулировано, либо есть противоречия между двумя нормами одной и той же юридической силой. Но именно на логу, правда, можно сказать однозначно, что неустранивание язвы включается, но в определенной ситуации. То есть, когда неустранивание язвы стремляется в нормах устанавливающих элементы на логу. В этом случае признается, что элемент на логу не установлен. То есть, значит говоря, это правильно. Что касается иных замечаний, то я, конечно, постараюсь в дальнейшем при осуществлении деятельности их учить. Отвечаю на вопросы 2-го конецкого Николая Викторовича. По поводу формулировки положения выносимого на защиту о том, что законодательная норма в любом случае применяется, даже если, например, в ней есть отсылка по закону, а в любом случае применяется. Это действительно узкий подход к этой проблеме. Почему был именно логурот формы? Потому что в налоговом кодексе это одна из наиболее распространенных проблем. Самым свежим примером можно привести положение налогового кодекса по применению нулевой ставки к работам, к услугам, которые должны были приобретаться для организации чемпионата мирового футбола. Так вот, порядок применения налоговой ставки должен быть установленным в основании правительства, но в основании правительства до сих пор нет. Спрашивается, как же применять? Применять можно, вопрос как. Тут есть определенные подходы. Я сейчас не буду на этом остановиться. Поэтому идут, в общем, узкие варианты планирования. Что касается ограничения по субъекту. Действительно, в работах, которые посвящены аналогии, в теории права, высказывается позиция, что можно устанавливать пределы по субъекту. Иначе говоря, аналогия может применять другой субъект. По многим причинам говорят, что только субъект. Но применительно к аналоговому праву можно задать встречный вопрос. А как будет исполняться этот предел? Он вообще реализуем? Следует сказать, что нет. Любой невозможно будет просто это реализовать. Потому что, когда применяют аналогии новых платежей, например, то последствия такого применения могут быть отражены и помогут препараты. Соответственно, уже наступили правовые последствия, связанные с аналогией. То же самое можно сказать и аналогом форме. Соответственно, правовые последствия возникают еще до судебного субъекта. Но, безусловно, у судобуса есть важная функция. Это контрольная функция. То есть, проверить правильное воспринимение аналогии. Что касается иных замечаний, в частности, о... Потому что нет достаточно подробно уделено внимание в соотношении аналогии президента. то в действиях аналогии я постараюсь в дальнейшем лучше. То есть, данное замечание. Спасибо, Максим Васильевич. Спасибо. Можете присаживаться. Желает ли кто-нибудь стать неофициальным оппонентом? Кто-нибудь хочет выступить еще дополнительно? Нет. Нет. Желаю еще, да? Хорошо. Тогда, значит, опять Максим Васильевич вам предоставляется заключительное слово. Уважаемые члены совета, коллеги, я хотел бы сказать, что не зависимо от того, как закончится настоящая защита, я раз, что вопросы аналогии были обсуждены в столь представительственном научном сообществе. Это действительно важная тема. Поблагодарить мне бы хотелось, во-первых, председателя, действующего председателя. Меня также хотелось бы поблагодарить и поговорить о районе Семеново Бачила за возможность представить работу в настоящем диссертационном совете. Мне очень хотелось бы поблагодарить райису дотру Нахарова. И, прежде всего, за то, что она прочитала мою работу. На самом деле, как оказалось, это действительно проблема, чтобы вы ее прочитали. Хотелось бы рассказать благодарность своей карте, 12-12, просто у государственного учреждения. Все, что от них зависло, они делали быстро, оперативно. Хотелось бы, на самом деле, сказать спасибо и своей семье. Они, правда, не знают, что защищаются, но, возможно, знают. Вообще, меня поддержало достаточно большое количество людей. Многие присутствуют здесь. Многие не смогли присутствовать. Я постараюсь каждому лично поблагодарить. Спасибо за внимание. Спасибо, Максим. Так вот, то, что семья не знает, это правило как раз. То, что в Евгении не знает. Аналогия. Ведь нужно аналогия, если очень. Или, когда раз мы будем отдаться. Коллеги, теперь мы должны назначить счетную комиссию. Вот, у меня есть такое предложение, чтобы в эту счетную комиссию согласились войти профессора Малько, Запольской и Богдановская. С радостью, с радостью. Я подписывал комиссию, которая другая. Поэтому я с Богдановской. Хорошо. Мужская команда будет, мужская. Мужская команда. Хорошо. Возражений учили о том, что совета нет, да? Да. Хорошо. Тогда попросим счетную комиссию приступить к исполнению обязанности. Останавливаться. По профилю основной диссертации 5. Розный бюллетень – 14. Осталось не Розный бюллетень – 6. Оказалось, Розный бюллетень – 14. Результаты голосования по вопросу преступления к ученой степени и кандидата юридической науки, через вакуум Максиму Васильевичу. За. За. Двенадцать. Просят. Два. Недействительных бюллетеней нет. Но зато есть в подписи председателя, счетные применения и члены. АПЛОДИСМЕНТЫ ДВН. ДВН. АПЛОДИСМЕНТЫ Вакуум Яровича. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, утверждаем в протокол счетной комиссии. Кто за, прошу голосовать. Теперь, значит, ставится вопрос о проекте заключения. Кто смотрел проект заключения, у кого есть замечания? Пожалуйста. Кто дает отзывы? Дают отзывы. Они дали отзывы. Зачем записывать? Просто на автореферрат отзывы не поступали, а не поступили. То есть нужно посетить другу. Это раз. Во-вторых, ну, например, мне не понравилось вот что. Я не буду говорить о частности. Вот тут, знаете, они не подставлены. А может быть, где-то они... Не то, что может быть, я уверен, что неправильно подставлены. Я это все передам советникам. Время тебе драгоценное. Ну, в частности, я считаю, например, на странице 8 предпосредний абзац. Нужно обязательно указать специальности. Специально. Вот когда что здесь записывают? Это наш документ, документ совет. Мы пишем, что вот присудить Максиму Васильевичу, еще на степень, обязательную основу. Обязательно указать, что по специальности надо угадать. И, конечно, надо указать мне и Вайков, и Вачила, а исполняющие обязанности, потому что вы обязанности... Вас когда здесь проявляли, то есть неизвестно, да? Приседатель. И здесь это надо обязательно нашли. Ну, здесь стоят еще... Ну, председатель, какой у нас он. Мы знаем, кто он председатель. Настоящему председатель. Приседательствующий я. И вас надо сюда включать. Ну, я не буду мелкости тут. Все, я поместил. Я передам совет, чтобы... Конечно, да. Спасибо большое. Тут есть пояснение. Так как... А председатель еще... Вы будете, да? Хорошо. Вот так. Тогда, значит, что-то принимаем. Что вы меняете? Да, да. Да, да. Да, Расяка Ротовна. Да. На первой странице последний обзор. Сказано, что в декабре 14-го года было принято стажировку в секторе налогового права. Это непонятно запись, потому что... Сегодня 10-е декабря. А в декабре было принято. Так же так. Поэтому я полагаю штаблетку с записью. Можно? Да. Пассиваю большое. Президент для большой долг. Еще есть замечания. Здесь у меня процесс. Так. Так. Какая вовлечная... А я уже говорила. Да, да. Ага. Да. Это замечание жилового высказания. Да, 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 я все сказал. Конечно, да, это нужно уточнить. Ну вот здесь, да, какие у него результаты, начинается с учебного процесса, наверное, надо начать все сказать, а то, что он сам делал, понять, да. Конечно, да. Если учебный процесс может приведеть, то уже там... Да, абсолютно верно. Хорошо. Спасибо, спасибо за замечание. Коллеги... Николай, мы редакционно дадим... Да, редакционно, обязательно соберите все вместе, чтобы за мнение потерять. Сейчас прошу по-настоящему. Хорошо, спасибо большое. Коллеги, мы можем утвердить праведозаключение в целом с учетом последующих редакционных замечаний, да? Что кто за, прошу голосовать. Теперь, значит, нам остается только поздравить соискателей с успешной защитой. И...